Олимпийский чемпион Фигина Матиаса Штайнера. И первое появление на помосте здесь в Минске олимпийского чемпиона Матиаса Штайнера. Штайнер фиксирует 190, ну а к нашему репортажу подключился прозвел призер Олимпийских игр. Слепник в чемпионате мира Дмитрий Лапиков. Дмитрий, приветствую. Добрый день, уважаемые зрители. Начинается главная борьба в этой весовой категории. Матиаса Штайнера начинает 190, начинает откровенно мало для Штайнера. При том, что он как олимпийский чемпион вряд ли приехал, как априори, проигрывать. Я думаю, что он, безусловно, готов к борьбе с Евгением Чидишевым. И вот это раннее начало, не знаю, может быть, связано с тем, что он давно не выступал, что ему нужен какой-то еще дополнительный соревновательный опыт. Но, насколько я слышал, у него после Олимпийских игр он операцию перенес на колено. Первый его старт после Олимпиады. Да, но при этом после Олимпиады прошло достаточно много времени, два года прошло, поэтому и с операцией можно было бы давно закончить, но и совсем остальные развлечения. Аннер Виладжич из Германии, тоже 190 килограммов. Аннер Виладжич в прошлом году был вторым на чемпионате Европы. Тогда его результат был 190-228. Сегодня, видите, он на том же самом уровне пока что и год тому назад. Ну, а Гене Чидишев будет начинать с 195. Если вспоминать Олимпийскую историю, то Штайнер против Чидишева, там еще был и Виктор Щербатых, конечно же, у них в этой компании, которого сейчас нет на Европейском помосте. Тогда Штайнер в рывке 203 килограмма, 206 сходил с Щербатых третьим подходом и 210 килограммов Гене Чидишев зафиксировал практически под европейский рекорд. И Чидишев ушел на перерыв лидером, ну а во втором движении Чидишев толкал 250 и 258 Матя Штаня. Ну, а Виктор Щербатых только первый подход реализовал на 242, ну и, соответственно, стал третьим. Сейчас, после первого подхода Матиаса Штайнера, попытка номер два Матиаса Штайнера пойдет на 195, только вторым подходом. И 195 пойдет третьей попыткой Ауны Веладжи. Жаль, конечно же, что мы так и не увидели Евгения Писарева, мы уже не увидим в этой компании, но травма спины, из-за которой он размышлял соревноваться или не соревноваться, видите, вывело в конечном его представление, но, к сожалению, до помосты Евгений Писарев так и не дошел сегодня. Ну, а вот Евгений Чидишев, 195. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Гард. Гаря. Держи, держи. Ты сомневался, что он будет держать? На самом деле, очень уверенный подход. Чидишев, первая его олимпиада была в Сиднее, он тогда выступал в весе до 105 килограммов, ну а потом перешел в более тяжелую весовую категорию, помните историю с ударом ножом среди зимы, которая в принципе выбила Евгения Чидишева из колеи, некоторое время давала возможность ему тренироваться, но потом уже, перейдя в более тяжелую весовую категорию, у него был звездный час, это победный чемпионат Европы 2003 года в Греции. Ну а потом, когда и во втором движении результаты его резко возросли, тут все поняли, что Евгений Чидишев может и на мировом уровне вполне не просто бороться за тройку, но и даже бороться и за медаль высшего достоинства. Жаль, конечно, что не было Олимпиад 2004 года, но мы сегодня уже вспоминали этот отбор в Подольске, который был устроен в 2004 году и Евгений Чидишев, который ни с кем не отбирался, но принимал в этом отборе участие, на этом отборе получил травму, которая не позволила ему принять участие в Олимпийском турнире. Ну это так к слову. Ну а последняя Олимпиада для Жени Чидишева закончилась серебряной медалью в этом споре с Матерсом Штайнером. Любопытный Рубен Александр, армянский штангист, потому что, еще раз повторюсь, что он чемпион Европы среди юниоров, но на взрослом помосте он выступает впервые. Он приезжал в прошлом году на чемпионат Европы, но после 187 килограммов в рывке он из-за травмы вынужден был отказаться от продолжения борьбы. А сегодня, видите, это уже не 187, это уже 195, следом за Евгением Чидишевым. И к этому же весу выходит Матерс Штайнер. Узри, меня интересует твое мнение по поводу вот этого подхода Матерс Штайнера. Это что, ошибка, мимолетная ошибка? Не знаю, что настроился Штайнер к этому подходу. Как ты считаешь? Либо это означает сегодняшнюю готовность Матерс Штайнер? Это означает сегодняшнюю готовность. Тяжеловато ему дается. Первый подход, 190 килограмм, на 195 штангу уронил. Я думаю, что он готов слабее, нежели на Олимпийских играх. Ну, чтобы лидеры Матерс Штайнер и Евгений Чидишев допускали между своими подходами Алмера Виладжича и кого-то еще, на самом деле, я думаю, что мы видим впервые. Завелось бы Чидишев с Матерс Штайнером должны быть в какой-то другой особой зоне, да? И должны соревноваться где-то отдельно от всех остальных. А здесь и Рубен Александрян. И сейчас, видите, Алмер Виладжич ходил на 195. Штайнер. А этот я с Чидишев с Матерсом зафиксировал. Вот вам и 190 килограмм, почему Матерс Штайнер ходил к этому лесу. Теперь, по-моему, ответ понятен. Он просто был не готов. У Матерса Штайнера своя достаточно любопытная история, потому что он, как потомственный тяжелоатлет, представлял часто в горном одиночестве Австрию, где он и жил. И последние почти 10 лет на всех международных соревнованиях он так одиноко с австрийским флагом или с австрийской табличкой на церемониях открытия всегда бродил. Но потихоньку перешел из тяжелой весовой категории в супертяжелую. Но седьмые, восьмые, десятые места были всегда уделом Матерса Штайнера, пока не наступил 2009 год. И когда он уже переехал, он женился, переехал в Германию. И в 2009 году на чемпионате Европы он всех убил своей готовностью и своей огромной группой поддержки, которая прибыла вместе с ним в итальянский... Я вас поправлю в 2008 год. Линьяно. Это Италия. Нет, в 2008 году он появился. А, ну да, конечно, перед Олимпиадой. 2008 год, конечно, перед Олимпиадой. Помнишь, это все ждали Щербатых или Чидишев? Щербатых, и вдруг внезапно появился Штайнер. И Штайнер обыграл Чидишева, он проиграл Щербатых на чемпионате Европы. Но тогда все поняли, что его результаты за последний год взлетели на 30 килограмм в сумме, по-моему. Не 30, наверное, но 20 он точно прибавил. И тут все поняли, что перед Олимпиадой будет совсем другой расклад, скорее всего. Ну и так и случилось. Здесь на Олимпиаде результаты Матерса Штайна достали еще больше, но и он обошел Чидишева. Сегодня, видите, Женя выходит на 200 килограммов второй попыткой. Европейский рекорд 211 также принадлежит Евгению Чидишеву. Очень хороший подход, точно такой же, как 195 килограммов первым. Насколько нужно? На 210-211? Нет, я не думаю, что они будут распыляться. 205 килограммов. Мое видение такое. Как решат тренера. Узнаем. КОНЕЦ. 205 килограммов Чидишева, по-моему, мой прогноз, если бы дали бы сейчас четвертый подход, то 210 вы точно так же зафиксировали. Как ты думаешь? Уверен, он сработал во все три подхода. Молодец, Евгений. Сегодня картина другая, снижена на Олимпийских играх. Хотя будем ждать толчок двумя руками упражнений. Да, но на Олимпийских играх Чидишев в Фривке возят 210 килограммов, так что... Матер Штайнер 203. 203, да. 7 килограммов, но здесь 15 уже преимущество. Да, здесь 15 преимущество, но мне кажется, что здесь просто совсем другим. Всем иначе выглядит Матер Штайнер, нежели на Олимпиаде здесь сегодня. И Чидишеву задача, мне кажется, проще гораздо, чем та, которая была ставила перед ним на Олимпиаде. Да, Штайнер, конечно, сюрпризом был на Олимпийских играх. В последнем подходе справится с весом 258 килограмм. И обойти на килограмм Евгения, никто не ожидал от него такого. Матер Штайнер, Олимпийский чемпион, Германия. Матер Штайнер, Олимпийский чемпион, Германия. А вот мы видели рывок в исполнении Матер Штайнера. 190, удачный подход, но очень тяжелый. И два неудачных подхода на 195. А вот мне кажется, 230, который сейчас подход в исполнении Матер Штайнера. Оказывается, что на самом деле сейчас, сегодня толкать сможет 235 и больше. Как ты думаешь? Ну, это не 258. Не 258, да. Но у него сейчас есть, безусловно, запас. Не знаю, там насколько 240 ему по плечу, но 235 точно, как говорится. Как ты думаешь? Думаю, 240 сегодня ему по силам. Потому что подход очень уверенный, на самом деле, вот на 230. Понятно, что Штайнер страхуется. Понятно, что Штайнер специально первым весом, после того, что он давно не выступал, идет чуть-чуть меньше, чем мог бы. Ну, а вот Альмир Виладжич, кстати, толкает 230, ну, почти уже на пределе, но у него тоже есть топорный люфт. Альмир Виладжич на последнем чемпионате Европы был вторым. Он был, вообще, прошлогодний чемпионат Европы, на самом деле, не показателем, потому что в прошлом году не выступал ни Чигишев, не выступал ни Матя Штайнер, пропуская после Олимпиады и прошлый европейский турнир, выиграл Игорь Шемечко из Украины, с результатом 203 и 230. Ну, в принципе, не так плохо. Сейчас произношу сейчас. И сейчас Игорь Шемечко. 233 сумма, да? Ну, да, но 203, я думаю, что именно такой же, такая же сумма узнать будет сегодня для победы. Нет, больше, наверное. Я думаю, побольше, да. Игорь Шемечко, Россия, первый подход. Но не так вот, чтобы сильно побольше, то есть, может быть, там 5-7 килограммов к этой судьбе надо будет прибавить, этого хватит для того, чтобы выиграть. Хотя, вот, мне кажется, еще Рубен Алексанян, который сейчас, пока еще, видите, не выходил на помост, который будет начинать толкать 237, мне кажется, он себя еще может показать на этом турнире. Ну, а пока Евгений Чидишев выходит на 235. Игорь Шемечко. Очень важный подход, на самом деле. Я думаю, что это подход, который вообще может стать определяющим для Евгения Чидишева сейчас, потому что то преимущество, которое у него существует в рывке, 235. Вот, смотри, уже получается 440 килограмм, это на 7 килограмм больше, чем предыдущий чемпионат Европы. Да, но главное, что, имея такое преимущество в рывке над Алексаняном в 10 килограммов, то есть, Алексанян должен будет толкать 245, чтобы Чидишев обходить. Он начинает, конечно, 237. Да, посмотрим, он еще не выходил. Да, но он собирается начинать 237. Так что и 245 здесь не так далеко, как говорится. Значит, 5 Европы мы же не видели во втором упражнении толчок двумя руками, потому что он закончил урывки. Да, он закончил до этого, да. И мы не знаем, на что он способен в толчке. Ну, у него был результат 235 на чемпионате Европы юниорском в этом году. Он 235 толкал. Но там и другая подготовка, и другие веса тогда нужны были, и сегодня, как говорится. Ну, с этим весом 187-2035, и Рубин Александр выиграл четвертый в Европе. Слушайте, Альмир Галаджич покатывает чудеса нынче. 235, он толкает, 190 в рывке. Вот вам чудеса немецкие тяжелые отмечки. По сравнению с прошлым годом, он добавлял 7 килограмм. Он каждый год потихонечку, потихонечку, по 5, по 7, там, так, 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 так. Альмир Галаджич, Германия, второй подход. Рубин Александр готовится. А вот Матя Штайнер на 236. Понятно, что Матя Штайнер этим подходом с Евгением Чудешевым не спорит. Но посмотрим, какая сумма сейчас... Сейчас Матя Штайнер на третьем месте. Мне кажется, чтобы Штайнер проиграл Виладжичу. Это вообще любопытно. В голове не укладывается, но именно сейчас с Виладжичем он спорит. Вот это уже тяжелый подход Матя Штайнера. Да, если 230 совсем иначе выглядело, то сейчас 236. И уже и трясло его, и уже он забыл про всякую технику, понимая, что нужно только было удержать. А вот этот подход сейчас, который объявили судьи, наиболее важен, мне кажется, сейчас, потому что мы попытаемся понять, как толкает Рубин Александр. Рубин Александр Штайнер на третьем месте. Напомню, что этот молодой армянский штангист, которому всего 19 лет, он никогда еще не выступал на взрослых соревнованиях. А на чемпионате Европы среди юниоров, показав результат 181-235, стал первым. В прошлом году он приехал на чемпионат Европы в Бухарест, взрослый чемпионат Европы, но в рывке показал 187, а от получил травму и от продолжения борьбы отказался. Кстати, он самый тяжелый в этой весовой категории, 146 килограммов, и, честно говоря, это означает, что он толкать должен очень неплохо, по большому счету. В БНК обошел Мадия со Штайнера этим подходом, и у них получают за бразовую медаль немцы борются. Немцы борются друг с другом за бразовую медаль, да. Штайнер перезаявил вес у установителя, штанги 238 килограммов. Не, ну все, уже Матя Штайнер уже, Армир Виладжич, закончил уже свое выступление с 236. У Матя Штайнера есть один интересный подход, и третье место он себе гарантировал. В России второй подход. Ну это любопытно, конечно, когда олимпийский чемпион гарантирует тебе третье место на чемпионате Европы, да, и действительно на что он может больше рассчитывать. Потому что сейчас он проигрывает Рубену Аликсаняну 6 килограммов после вот этого подхода на 237. Аликсаняна, это что, на 243 должен идти Матя Штайнер? Ну а Юдин Ичидишев идет на 240. Да, ну это, надо к этому привыкнуть. Потому что тяжелая атлетика, это вид спорта, который вполне может быть сравним с перебеганием перед идущим на полном ходу поездом. Ну второй подход все, они уже успели, успели бы. Да, да, да. А 246 килограммов на парке. Установите новые штанги 246 килограммов. У Матя Штайнера еще один подход, кстати. А Матя Штайнер очень было проигрывать, конечно же, сейчас... Вот эти кучи дешевле. Я думаю, что Штайнер не реально. Давайте посмотрим, 246 килограммов. Видите, это рекорд мира и рекорд Европы среди юниоров. 246, вес которому сейчас направляется Рубен Аликсанян. Но его не рекорды сейчас интересуют. Его интересует золотая медаль чемпионата Европы. После того, как получил травму Евгений Чидишев и отказался от третьего подхода у Рубена Аликсаняна. Реальность этой медали забрежила. Рядом, рядом. Один полковник? Да. Так если бы он сделал тягу, мы бы еще могли бы так не сидеть. Но на самом деле вот это когда уже ни от кого не зависит. Ничидишь его ни от кого, да? Зависит только от Рубена Александяна. Так есть еще третий подход у Майсера Сенштайнера. Он сколько? 251 он заявил, кстати. 251 это означает, что он собирается атаковать Илья Черешева. Да не может быть. 14 килограмм. Ну давай посчитаем. 14 килограмм он проигрывает сейчас, да? Штайнер. У Штайнера 236. 40-50, да и разница по собственной весе 251. Заталкаем Майдер Шнайдер 251 и соответственно это тоже будет походом за золотую медаль. Ну сейчас еще третья попытка Рубена Алексаняна. Рубен Алексанян Армениен. Рубен Алексанян Армениен. Рубен Алексанян Армениен. какая особенность там когда выступают супер тяжи все это медленно сознательно еще медленнее помчим на самом деле представляю как переживает сейчас зажима Евгения Чигишева да нет он сам кстати Чигишев делает вид что ему как-будто все равно с кем-то разговаривает так почти не глядя на то что происходит на помосте понятно что происходит и с Арбеном Алексаняном потому что если вот еще посмотреть просто рывок да если бы не было травм у Чигишева то видимо понимал он прекрасно что шансов не шансов нет три минуты три процента не больше но вдруг когда Чигишев получает травму я так понимаю что вот этот вес судя по вот этим двум подходам на самом деле действительно очень близок очень где-то рядом для Ройна Алексаняна и он понял что это вот это для тебя этот молодой человек для Дмитрия Лапикова через 2-3 года ну а вот Матиас Штайнер олимпийский чемпион идет на 251 а 251 это уже очень много но 258 толкал Матиас Штайнер на Олимпиаде когда и обыграл Евгения Чигишева так вот со стороны он совсем встает встает 251 а ну что ж ну что ж Егене Чигишева мы поздравляем с золотой медалью поздравляю всех любителей тяжелой атлетики там усиленные чуваки Европы а ты обратил не понимал что 236 Матиаса Штайнера казалось бы это уже совсем противопел ежедневно Wow 440 кг 40 союз хороший результат кстати велик